Здравствуйте, друзья! У меня идея такая, я хотел с вами поделиться и как бы узнать, что вы скажете. Но вот, значит, мысль такая, что слушал я сегодня вебинар Марины Могилко, и она там рассказывала про свои каналы и всякие дела. И вот одна штука меня зацепила, конкретно вот она говорит, что у меня нет политических тем, она говорит, я вообще этого ничего не касаюсь, то есть как бы у нас это запретная тематика. И я стал думать на эту тему, то есть с одной стороны мне вообще в тысячу раз проще вообще об этом не говорить, да? Никто не ссорится, не базарит, там не кричат, не плюются друг на друга, замечательно вообще. С другой стороны, очень много вопросов задают, ну правда, я никогда не был так подкован в вопросах политики США, как сейчас. Потому что я уже три года каждый день слежу за новостями и там очень пристально, чтобы вам рассказывать. Но конфликтная тематика, в общем-то, ну правда, если бы я еще начал религиозные вопросы, вообще вот это черт что началось. То есть, так я думаю, вот что делать? Я как бы рассчитываю на ваше мнение. То есть не вообще там типа оставить или забрать там, но может быть что-то какой-то, я не знаю, какой-то компромисс возможен. То есть можно сказать, а вы так вот как-нибудь так нейтральненько так вот прошлись мимо там и, ну я не знаю, я вообще-то не могу сказать, что какой-то сильно нейтральный там, но я и не сильно, как бы сказать, ангажированный, потому что мне и те, и другие не нравятся оба. Не могу сказать, что там как-то кому-то из них у меня симпатия и даже не знаю. Но во всяком случае, я действительно в тупике. Вот как бы, вы взрослые люди, так? Вполне как бы соображающие, несомненно. Во всем очень много, слушайте, у нас на канале там, не знаю, 11 тысяч человек вот на этом, да, и там, ну хорошо, может быть это видео посмотрит там 2-3 тысячи. Ну, я исхожу из того, что 90% из вас могут абсолютно разумно высказать. Ну выскажитесь разумно, ну правда, потому что я же не только вас развлекаю, но я все-таки хочу какую-то обратную связь получать. И я не говорю в данном случае о канале Портнов Блог, я в данном случае говорю о канале Silicon Valley Voice. Вы можете сказать, Миша, а давай вынесем вообще всю эту политическую фигню, скажем, на Портнов Блог. Но дело в том, что для меня Портнов Блог это такой, как бы, канал такого почти интимного общения, такого, знаете, ну, в английском языке есть такое слово intimate, да, такого, доверительного, так можно сказать. Поэтому я не знаю, как, я только погонюсь политикой, даже не знаю, что делать. Что делать? Ну что, вообще не трогать выборы там, Трампов, ну, что делать? Путиных там, я не знаю, в общем. То есть, у меня, мне тоже от них настроение портится, только я вот утром смотрю эти новости, думаю, лучше бы я их вообще не видел, нахрен мне эти новости сдались. Я, в общем-то, и так, как бы, знаю, по какую сторону, там, от какой баррикады я прохожу, не то, чтобы мне эти нюансы так важны были, я не знаю, в общем. Ой, господи, может, правда. Ну, в общем, пока вот вопрос такой к аудитории, фактически. Доверительный такой аудитории, да, вот как бы, к своей. То есть, я на самом деле, пока ехал, сразу после вебинара Барины Могилки, я пока ехал на работу, я на основном канале тоже говорю, вот, что у нас за канал вообще, кто мы, что мы, как описать канал. Мне сейчас говорят, я там на еще один тренинг пытаюсь записаться. Ну, и там вот вопрос, вот, концепция канала, вот, вот, что ты хочешь. Вот, допустим, они говорят, на ближайший год, у них программа на год. Они, как бы, берут над тобой шествие, говорят, вот, мы год будем с тобой работать над тем, чтобы, значит, вот, концепцию канала, так сказать, реализовать в течение года. И у тебя какая концепция? Я думаю, ё-моё. Понимаешь? Ну, то есть, не то, чтобы я не могу поговорить на эту тему, но, допустим, если я сяду и начну четко расписывать, наверное, у меня после, там, того, как 10 лет назад первое видео повесилось, я так же далек, как был тогда. То есть, я тогда тоже в первом видео что-то сказал, что мы будем вот об этом говорить, об этом говорить, там, какое-то видение-то было. То есть, не то, чтобы его не было 10 лет назад, ну, куда все делось, я даже не знаю. В общем, мама родная, что-то вдруг на меня напали вот эти поиски смысла, так сказать. Ну, может быть, время такое, вот там, к 200 тысячам подходит, и мы такие разноплановые. Я думаю, как-то может остепениться, не знаю. В общем, друзья, если можете что-то сказать такое, скажите, потому что мне, на самом деле, очень-очень нужно какую-то поддержку с вашей стороны, какой-то вектор. Вот по одному конкретному вопросу. Если у вас больше, чем по одному, я тоже буду очень признателен, вы не представляете себя. Но вот тут конкретно один вопрос, который, как бы, довольно принципиальный с моей точки зрения. Вот такая история. Счастливо! Продолжение следует...